Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня я вам покажу броши птицы. Я целенаправленно броши птицы не коллекционирую, но у меня коллекция брошей приличная, поэтому я нашла 7 брошей птиц. Перед вами находится брошь, на которой изображены 2 птички и 3 цветочка. Два уже распустились, один распускающийся. И эта брошь очень сложная, потому что цветы многоярусные, эмалью раскрашен верхний слой. И птицы тоже сложные, потому что тут присутствует эмаль желтого цвета, градиент внизу. Она темная, а сверху светлая и черная сверху. Покрытие это родий. То есть в этом изделии используется и многоярусность, и эмаль с градиентом, и родий. Очень редко я встречаю, чтобы птица была раскрашена еще и родием. Это видно, потому что она зеркальная. Вот эта черная часть, которая кажется черной, она зеркальная. На самом деле. Это не эмаль. Хотя сначала я подумала, что это эмаль. Вот такая вот брошь. Это лимонное золото. С обратной стороны она выглядит вот таким вот образом. То есть там ничего нет, и видно, что это лимонное золото. И застежка у нее вот такая вот. То есть она закрывается по кругу. Это первая брошь. Она уже была в инстаграм, ее уже все видели, кто хотел посмотреть. Вторая брошь, которую я сейчас ношу очень часто и активно, это брошь тукан. Это розовое золото. Здесь нет драгоценных вставок. Все камушки полудрагоценные. Она среднего размера. И у нее крыло из черного оникса. Цитрин присутствует под глазиком. Цитрин, зеленый глазик. Остальные все камушки зеленые и черные. То есть клюв, хвост инкрустирован черными камушками и листики зеленого цвета. Вот такая вот брошь. Я ее ношу на пальто. Особенно, когда пальто короткое, какой-нибудь яркого цвета. И черные брюки, или черные джинсы. Эта птичка, она очень замечательно подходит. Раз фундир, наверное, ее ношу. На всех вызывает улыбку. Такой позитивный. Декор пальто. Такая вот брошь. С обратной стороны она выглядит таким вот образом. То есть и камни установлю на просвет. Так, третья брошь, которую я вам покажу. Это павлины. Это павлины. У меня два одинаковых павлина. Малиновый павлин. Я его носила очень часто. Мне понравилось украшить лацком жакета. Носила с костюмами. И был еще второй такой павлин. Я думала, надо или не надо покупать вторую же брошь в другом цвете. Но потом я решила, что поскольку эта брошь красивая, то пусть будет. И теперь их два павлина. Они могут дать потомство. У меня может быть появится третий павлин. Кто знает, кто знает. Потому что, когда я показывала ювелирных питомцев, двух котиков, с тех пор у меня появился еще один котик. Брошь. Кошечка у меня появилась. На тот момент ее не было. Я пошутила по поводу того, что это мальчика, девочка. И у них будет потомство. Вот я думаю, что это тоже красная девочка, зеленый мальчик. Зеленый брошь и зеленая вставка. Это зеленые камни. Это агат. Но такие зеленые агаты, они похожи на изумрудики. И нижняя самая подвеска, самая нижняя часть, вот это вот, это сапфировый корунт. То есть это не сапфир, это фианит крашеный. То есть это полудрагоценный камень, который визуально сильно напоминает сапфир. И я не знаю, видно это или нет. Ну то есть зеленый брошь еще присутствует, этикетка. Я сегодня только прочитала, что тут родий. То есть все мелкие камни, зеленые и синие, очень мелкие камушки, перья, они установлены на покрытие. То есть под ними черный родий, родированное покрытие. И они установлены на черный фон. При близком расстоянии это видно. Когда я носила вот эту брошь красненькую, я не заметила. Не придала этому значения, но сейчас я более вдумчиво с ярлыком ознакомилась и узнала, что там присутствует черный родий. Вот такие вот две броши, блин, красивые. Хотя тут вставки недорогие, все вставки полудрагоценные, но сама брошь, сама идея, сам дизайн и украшение, точно мне нравится. Я даже не знаю, какое цветовое решение более удачное, но я люблю фуксию, поэтому вот эта брошь мне понравилась больше, и я ее купила в первую очередь. Хотя такая тоже зеленая, она продавалась и продается. Но пусть будет, потому что действительно красивое украшение, и оно достойно того, чтобы быть в двух цветовых решениях в коллекции. Дальше я вам покажу еще брошь птицы, которая тоже подходит к этой же теме броши птицы. Это попугай, и у него тоже зеленые и синие вставки и бирюза. Этого попугая я уже показывала, многим понравился. И у меня с бирюзой три броши. Две я показывала, и одну еще я не показывала брошь из этой же коллекции. Вот такой вот попугай. Тоже можно украсить лацком, платье, пальто. Надо его на пальто прикрепить. Для меня это костюмная брошь. Однотонный костюм. Потрясающе украшает. Такой вот попугайчик с бирюзой. И еще есть брошь. Брошь сала, которая тоже птица. Это брошь из белого золота. И она очень красиво сделана. Как вы видите, у нее красиво сделана грудка, крылья, хвостик, веточка. У нее розовые только лапки. Очень красивый дизайн, очень аккуратная работа. Такая вот брошь из белого золота. Я охочусь наброшить белого золота. Они редко продаются. Часто они бывают некрасивые или имеют стоимость космическую. Вот эта сова, она оказалась красоткой. Удобно. Это трансформер. Хвостик у нее шевелится. Такая вот сова. С обратной стороны. Она выглядит вот таким вот образом. То есть видно, что там присутствует петля и механизм. Так, и еще брошь птиц. Райская птица. Самая большая брошь в моей коллекции. Так, сейчас я ее прикреплю. На порогон. Здесь тоже присутствует зеленый агат. И синие вставки сапфировый коронт. Эта брошь хорошо сочетается с сапфирами. Ну, с изумрудами в меньшей степени с гранатом. Такая вот красивая брошь. Очень большая. Она огромная. Ее на лацком. Не прикрепить ей только место на плече. Такая вот брошь. Еще есть такая брошь. Продается в другом цветовом решении, но мне это нравится больше. Такие вот брошьи птицы в моей коллекции присутствуют. Бабочек у меня больше, цветов тоже больше птиц. Брошьи у меня оказалось семь. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть на брошьи птицы. Надеюсь, они вам понравились. Всем желаю хорошего настроения. Благодарю всех за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok